Почему мы перестали работать с YouTube? Вообще YouTube и телевидение вообще не сильно отличаются. Маркетологи и рекламные агентства, они просто не знают, как работать на YouTube. По вашему мнению, как там с налогами у них? У нас будет скоро такая же история, как у Блиновской, Лерчик. Всем привет, это канал «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак, это наш очередной подкаст о медиа. Сегодня 18 мая, и на канале Айран 174 тысячи подписчиков. Мы продолжаем вести хронику. У нас сегодня в гостях Аблайхан Камаладин и Мурат Данияр. Аблайхан – компания Камаладин Медиа, крупнейшее агентство, которое занимается рекламными интеграциями для блогеров, продюсированием. У вас еще, я знаю, тоже медиа свое какое-то. То есть я смотрел видео, вы продюсируете какое-то медиа. Да, у нас есть свои телеграм-каналы, у нас есть паблики, из которых мы пытаемся сделать СМИ. Есть даже один проект, который уже я управляю полтора-два года, «Конан Дойл». Мы там тоже пытаемся сделать СМИ или сделать некий формат казахстанского «Шарли Абдо», но у нас пока не получается. Будем честны. Но не получается, это прям этот подкаст. «Шарли Абдо» – это сразу. Я продолжу. Мурат Данияр – известный блогер, большой YouTube-канал, Жертым Баласы. И Далерин Мелькеев – главный редактор нашего канала «Айран». Сегодня мы хотели обсудить, в принципе, как пойдет, но вообще обсудить вопрос денег в интернете или монетизация в YouTube, монетизация медиа, что можно, какие сейчас есть методы. Поэтому вопрос сразу вам, Блайхан. Я видел один подкаст, в котором в заголовке что-то вроде 4 миллиарда вы за год. Это оборот вашей компании? Нет, нет, нет. Мы где-то, честно сказать, наверное, за последние 3-4 года сделали вот такую цифру. То есть мы начинали 6 лет тому назад. Я начинал также сету проекта «Алмата, штат Небраска». И первые 6 месяцев просто мы не могли продать за 120 тысяч тенге наши пранки, где мы набирали стабильно миллион просмотров. Вот стабильно. Мы приходим, говорим, вот миллион просмотров мы наберем. Интеграция – 120 тысяч тенге. Они говорят, ну, нам это не нужно, потому что миллион просмотров сейчас каждый может сделать. Ну, на то время уже люди так, чуть-чуть себя вели, маркетологи. А сейчас интеграция на YouTube-канале, где стабильно набирает миллион просмотров, она уже уж точно не 120 тысяч тенге. Да, конечно. И мы вот с тех пор начинали. И так получилось, что начали блогеры приходить, и мы начали продавать рекламу на страницах блогеров. То есть вы уже стали больше не продюсер, а больше продажами занимались? Продажами, да. И мы понимали, что мы можем идти по тому формату, как лейбл, только блогерский. Потому что на тот момент, когда я искал, так скажем, зарубежные такие компании, как мы, мы не нашли. Они вот только так же открывались, как мы. В России были 2-3 организации, но там тоже был свой рынок. То есть в Москве блогер, там 50 тысяч подписчиков может заработать миллионы рублей в месяц, когда блогер, у которого миллион подписчиков, где-то там в Иркутске, он все делает за бартеры, да? Вот, мороженое за бартеры. За локацию, за помидоры в Иркутске. Вот, и у нас, примерно, такая ситуация в Казахстане. Ну, была. А сейчас блогеров много, блогеры зарабатывают разными путями, блогеры сами бывают разными. И сейчас есть такой момент, этот рынок будет все расти и расти и расти. То есть мы ежегодно растем от 150 до 500 процентов ежегодно. Это в деньгах? В оборотке в деньгах, в влиянии, в количестве блогеров. И, естественно, есть такие моменты, что мы уже думаем, а может нам пора уже попробовать себя в других странах. Потому что мы ощущаем какой-то некий потолок, но при этом мы понимаем, что этот потолок, он всегда, он, как бы сказать, такой мнимый, да? В плане того, что мы сейчас думаем, что мы управляем какой-то ситуацией, а через год все поменяется. То есть Инстаграм, он тоже может меняться, и алгоритмы меняться. Те блогеры, которые управляли миллионной аудиторией, пять лет назад, сейчас они еле как набирают сто тысяч аудиторий. Ну вот 4 миллиарда просто, даже если за 3-4 года, у нас как будто бы, вообще рекламный рынок 4 миллиарда деньги, я помню, в год. Нет, 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 на самом деле, на самом деле... Или это телевидение? Нет, это 4 миллиарда, это бюджет телеканала. А, бюджет телеканала, бюджет телеканала, ну, не самый большой. А, рекламный, меньше 100 миллионов, да? Есть телеканалы, у которых есть бюджет 4 миллиарда, а есть у которых 18 миллиардов. Как я знаю, вот, допустим, за 2021 год бюджет на рекламу в социальных сетях, в интернете, именно на рекламу, было потрачено компаниями, транснациональными компаниями, ну, до 1 миллиарда 200 миллиардов долларов. 1,2, да, грубо говоря. То есть, это таргет, это интеграция, баннеры, это блогеры, это, ну, вкладывание средств, да, допустим, линейтарно свои продукты. Ну, в основном, таргет. Конечно, 50% всего этого, это таргет. Ну, да. То есть, он уходит к гуглу, условно. Это вот даже вот мы... К фейсбуку. Через год, год назад, когда мы выиграли тендер у Нистле по определенным детским продуктам, они нам тогда заявили, все, ребят, это вот, возможно, вот началось ваше время. Я говорю, а что вы имеете в виду? Они говорят, мы уже отказались от телевидения. То есть, с 2022 года мы уже отказываемся от телевидения. Мы понимаем, что нам точечно нужно заходить в интернет. И я понимаю, такой, бог есть. Можно я? Сразу красный свет загорелся, как только вопрос о телевидении. Телевидение, да. Человек, который 20 лет на телевидении отработал. Но я просто два слова хочу сказать. Я вот посмотрел, мне Коля скинул ссылку на подкаст, который Аблайхан. Ибери, да, тоже блогер. Да, очень круто, очень классно. И я вообще, спасибо большое. Тут немножко такое запоздалое вступление, что Мурат, что Аблайхан. К нам такие классные ребята приходят. Я себя поймал на мысли, как человек, да, испорченный телевидением. Аблайхан, кажется, 93-го года, я 83-го года. Я для себя понял, что, оказывается, пропасть, вот она такая, шире, больше. Для меня многое открылось вот в том, что рассказывал Аблайхан. Ну, Мурат, я постоянно смотрю. Вот мне кажется, ребята совсем другие. И я как-то себе запараллелил это не только с медиапродуктом, который они делают, но и с подходом к бабкам, к бизнесу, к выстраиванию внутри. Вот, и у меня сразу вопрос такой. Вы, вот мы же сегодня говорим о деньгах, вы вообще о деньгах на телеке что-нибудь знаете, ну, кроме того, что их забрать надо и в интернет отдать? Не, на самом деле, там какой момент. Вот, когда мы изучали бюджет пару, как они называются? Сейлс-хаусы. Сейлс-хаусы, да. Я тогда вот первый раз, в 2018 году, я услышал такое понятие сейлс-хаусы. Я говорю, а что это такое? Мне говорят, это та организация, которая управляет бюджетом на телевидении. Я говорю, а какой у них бюджет? Вот, мне говорят, там чуть ли, ну, есть сейлс-хаус, у которого бюджет может, там, дорастить до одного триллиона деньги. Я говорю, а такие деньги реальные есть? Или это, ну, так скажем, все по старой... А теперь мы у вас спрашиваем, а что, есть такие миллиарды? Не, в интернете все больше и больше. Почему? Потому что вы не представляете, сколько тратят деньги те же самые букмекеры, да, допустим. Они, помимо на интеграцию, рекламу и таргет, они еще тратят на арбитраж трафика. Аблахан, вот что про вот этот рынок рекламный, который, если мы же говорим о видосах, да, ну, вот, было всегда телевидение, это тоже видео. Что вы вообще, как вы с ним соприкасаетесь с этим рынком? Что вы о нем знаете? Я потом свое мнение выскажу про телевизионный рынок рекламы. На самом деле, вот, допустим, мне вот недавно предложили выкупить один октябинский телеканал. Я говорю, мне очень лестно, что вы мне предложили выкупить канал, а сколько стоит? Мне говорят, 160 миллионов в тенге плюс коттедж. Это гордок-тубе. Как коттедж? А у них бонусом идет коттедж? Да, типа в сумму входит коттедж. И камни. И камни убитые. Я говорю, а стоит этот канал эти деньги? Мне говорят, по идее, нет. Но коттедж стоит. Это коттедж, в котором офис типа находился? Да, да, да. И я понимаю то, что, блин, ну, все у нас, ну, давайте вот так, неважно, сколько денег было на телеке, мы знаем, почему они там были, мы знаем, чьи эти деньги были. Как я слышал, Daz Marketing – это Доригина Султановна, который принимал бюджеты всех транснациональных компаний и гонял их в НТК, КТК и Евразия, если не ошибаюсь, бывший ОРТ. Но, когда я узнал, как высчитываются рейтинги на телеканалах, за счет чего распределяются средства на телеканалы, я понял то, что, о, это старый. А как высчитываются деньги на телеканалы? Как мне объяснили, и как я спросил у многих директоров телеканалов, получается, есть те самые 1092 человека по Казахстану, у которых есть вот здесь специальные… People-метры. Да, метры. И их задача с 6 утра там до… Кто-то с 6 до 9 утра смотрит телеканал, кто-то смотрит там с 12 дня до 6 вечера, и тем самым рейтинг выстраивается. Ну, камон, у нас страна, она в менталитете заложен код коррупции, да, и где, допустим, тот же самый человек может смотреть специально тот телеканал, который нужно смотреть, чтобы туда отправляли эти рекламные деньги, да? Подожди, тысячи человек, которые сидят, смотрят… Ну, чуть больше двух тысяч есть. По поводу вот этой технологии, я вполне себе понимаю претензии людей из New Media по поводу вообще адекватности этой системы измерений, да? Во-первых, она как бы аналоговая, вы привыкли уже к Ютубу, где статистика, ну, в два клика она выскакивает. Я просто говорю о том, что сомнительно, что люди, у которых есть эти people-метры, они из-за каких-то коррупционных вливаний будут смотреть тот или иной телеканал. Этим самым, как бы, я не, ну, в смысле, не ставлю под сомнение факты непрозрачности вот этих медиаданных там, или какого-то, может быть, серого перераспределения средств. Но по поводу того, что технология устаревшая, да, но вряд ли, по моему мнению, вряд ли им там кидают бабки и говорят, ты там смотри, такой-то канал, нам нужно бюджетов столько-то. То, что технология – это средние века, это, как бы, сто пудов. Ну да, но она придумана не здесь. Да, это франшиза, есть контора, которая называется Кантар, раньше она называлась ТНС. А что, Кантар называешь? Да, прикинь, я недавно, кстати, Во время Кантара рейтинги телевидения выросли. Поэтому называется Кантар. Я вам объясню, как я узнал про эту компанию. Позвану в честь. Да. Как я узнал про эту компанию Кантар, я хотел участвовать в тендере одного знаменитого банка, и там было в тех заданиях написано, что я последние три года, ну, для того, чтобы участвовать или выиграть этот тендер, я, оказывается, последние три года должен был какие-то аналитические данные покупать и быть в числе организации Кантар. Я такой думаю, что за Кантар? Я говорю, захожу к ним на страницу, там есть… Ну, ты думал, наконец-то я пойму что-то про это. Да, да. А там 200 подписчиков, и это какая-то ассоциация. То есть медиа, да, которая лучше знает по аналитике и тому подобное. Тут такой момент. Получается, выигрывает тот, кто последние 5-10 лет делал бюрократически все правильно или нужно тем, кому нужно заплатить. Короче, работал в этой системе единственного. То есть, да, тендер не выигрывает тот, у кого крутая идея. Тендер не выигрывает тот, у кого сейчас самые крутые, как бы сказать, возможности сделать рекламу круче, да. Вот. И у нас реклама по итогу, она такая, какая она есть. Она бездушная, она не эмоциональная. Можно я вот сейчас об этом, да. Я вот… По поводу непрозрачности медиаизмерений на телеке, по поводу того, какие деньги должны, ну, по чесноку, по затраченным средствам и полученным результатам уходить в телек и в интернет, это дискуссия такая долгая. И у телевизионщиков есть своя правда. Я тут немножко, как бы, амбассадор телевидения. Я вот сейчас хочу сказать о чем? О том, что я вот посмотрел подкаст с Аблаем и смотрю интеграции, которые делает Мурат, ну, вот эту всю движуху, которую делает Нью-Медиа. Я себя поймал на мысли, это однозначно я могу сказать, что Нью-Медиа в формате видео делают рекламу, рекламу, безусловно, круче не в плане продакшена, а в плане подхода, более вдумчиво, более изобретательно. И там вот эта вот связь между рекламодателем и человеком, который производит, она такая, ну, дайрект. Прямая, да. Понятно, что этому человеку заходят деньги, и он будет делать ее нормально, чтобы к нему пришли. То, что было всегда на телевидении, это то, что… Вот есть много-много-много посредников, поэтому рекламный сюжет даже в новостях какая-то интеграция, там, в вечерних новостях на каком-то там телеканале, там, Хабар, КТК, 31-й, это всегда такая отработка на… Ну, даже название есть у журналистов – приказуха, заказуха. Ну, то есть, кто-то там заказал, этих денег я никогда не увижу, они уйдут куда-то просто в общий бюджет, поэтому этот сюжет я делаю, ну, как есть. Из всего того, что вы делаете, я вижу, и вообще делают люди в Нью-Медиа, это, конечно, безусловно, другое качество проработки, это все очень круто, это очень классно. Вот у меня вопрос, а вы вообще как оцениваете, какие бюджеты, есть какие-то данные у вас, какие бюджеты должны там из телека уйти и перейти в интернет? Ну, я знаю, что за 2022 год корпорация, если не ошибаюсь, Unilever, у меня это открытые данные в интернете, где они аналитически рассуждали по поводу рынка Центральной Азии сразу, то есть, это пять стран. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан они включили. Вот, и там был такой момент, что Unilever снижает бюджет на 47%, весь бюджет на телевидение и радио в том числе, и переходит, весь этот бюджет переводят в интернет, то есть, в онлайн, и еще его и повышает. То есть, тенденция последней, это еще началось с 2019 года на самом деле, то, что компании начали снижать бюджеты. Почему? Потому что компании хотели уже прямые продажи. Они поняли, что они могут спрашивать с интернета за продажи. Они видят чистые результаты. Интернет показывает цифры, именно те цифры, которые правильные, те цифры, которые не обманывают. Это не те самые нарисованные цифры, где примерно мы думаем, что нас посмотрело 7 миллионов человек, допустим. Хотя мы знаем, что в каждом городе есть свой телеканал в виде КОГАМ-ТВ. Если не ошибаюсь. У него есть своя аудитория. Вот. Допустим, я сам с Козлорды, и мы в Козлорде не смотрели Елиарна или Хабар. Мы смотрели КОГАМ-ТВ. Вот понимаете? Потому что нам были важнее новости нашего города. А сейчас КОГАМ-ТВ и бегущая строка, там же есть же бегущая строка? Она до сих пор есть. Сдается квартира в центре Козлорды, там продают. Это реальный рекламный инструмент в Козлорде? Работающий? Буду честен. На тот момент он приносил, допустим, нашему бизнесу в Козлорде намного больше результатов, чем любая другая реклама. А мы других и не знали. Просто привычка людей. Реклама на таких больших телеканалах. Мы думали, ну это что-то, наверное, невозможное или очень дорогое. Да, мы так думали. Я все-таки немножко адвокатом телевидения буду. Понятно, есть какие-то данные. Причем эти данные у людей из интернета одни. У национальной медиа-ассоциации другие. У сейлс-хаусов третьи. Но, тем не менее, вы же не отрицаете то, что телек, и КОГАМ-ТВ, и Елиарна, и Хабар 24, и КТК, все-таки до сих пор остается достаточно такой популярной площадкой и медийной в Казахстане. Что старшее поколение смотрит его, и что до сих пор для масс-маркета это остается эффективным инструментом продвижения товаров. На самом деле, буду против. Почему? Потому что если бы медиа трансформировалась бы, если они делали бы то, что должны делать, если они делали бы крутой контент, именно свой заводской контент, а не покупной индийских сериалов или турецких сериалов, то если бы они делали бы правильно все, то нас бы двоих здесь не было. Ну, интернет даже, сериальный рынок. То есть, на самом деле, вот, допустим, почему смотрят Мурата? Потому что Мурат обсуждает именно те темы, которые в телевидении не обсуждают. Это раз. Почему ЗТБ сейчас стоит дороже, чем, там, возьмем, да, другие газеты, как «Караван», там, «Какая-то правда» или там любая другая газета? Потому что там народ смотрит те новости, которые ЗТБ показывает. Смотрите, Аблай, вы говорите о политическом контенте. Не только. О политистическом. Да, но вот, смотрите, мы же не можем отрицать, что те же индийские сериалы, тот же продукт, который делает телеканал «Казахстан», это шоу, красивые шоу, где поют, где красивые люди, «Казахша» поют, там, какие-то отечественные сериалы, или, там, лидер телевизионного рынка «Первый канал Евразия», который, там, показывает какие-то… Вот, вы говорите «лидер», да? Это же, этого же контента в интернете, ну, нет, его же наши блогеры не делают. Нет, почему? Смотрите, вот вы говорите, во-первых, «лидер», ну, давайте по-честному, когда вы посмотрели этот телеканал, да? Я, честно, я уже, я даже не знаю, какой у него сейчас логотип. Это некорректно говорить о том, что мы смотрим. Ну, и тут такой момент. Нет, ну, я делал обзоры же на передачи разные, которые, там, «Хабар», «Халлоу Лэм», я понял. «Халлоу Лэм» – супершоу уже, суперрайтинги. Нет, над ними можно только поржать, Ребят, ну, вы оцениваете это с точки зрения своих эстетических... Нет, я оцениваю это, скорее всего, со взгляда моего поколения. Потому что моё поколение, ну, такое дерьмо смотреть точно не будет, когда у нас есть, ну, миллион контента, который мы выбираем, а нам телек даёт контент, ну, который, ну... А есть другая правда. Мы заходим в маленький магазин, который называется, там, «Мадина», и там сидит девушка, и она смотрит «Халлоу Лэм», она смотрит индийский сериал. У вас есть одна правда, с которой я с вами согласен. Народ, больше 50% жителей Казахстана смотрят телевидение, да, согласен. Но какой это народ? Это народ из регионов. Почему они смотрят там телевидение? Давайте задаваться вопросом в Казахтелекому, да? Потому что там интернета нет, ребята. Вот, давайте тоже... Ну, ещё, смотрите, даже если бы там был интернет, за интернет нужно платить, ну, минимум, там, 5000 тенге. Телек – это история бесплатная. Купил ящик, и у нас по закону, там, сколько-то каналов, они в бесплатном доступе. Ты их ловишь. Ну, никто же ещё аналитику уже не сделал. Никто же не ездил во все эти города наши, да? Никто не ездил в моногорода. У нас около 300 моногородов. И никто не проводил соцопрос. Смотрит он ли телевизор или нет? Допустим, вы говорите про взрослые поколения. Взрослые поколения уже через YouTube смотрят всё то, что они могут найти сейчас, да, здесь. Вот вы ставите крест на казахстанском телевидении, ну, я так понимаю, да? Вы думаете, что всё-таки аудитория уйдёт в интернет? То, что касается… Казахстанское телевидение можно на интернет делать. Если их продукты были бы хорошие, они смотрелись бы, в принципе. И там они набирают просмотры. Да, на самом деле, вот есть один, как бы сказать, коллега по цеху, Самсон Безмятежный зовут. Он проделал очень отличную работу, когда он ко всем телевидением ходил и им доказал, что YouTube-канал нужно создавать и YouTube-канал нужно продвигать. И некоторые каналы, я знаю, они делали спецпроекты именно для YouTube, но не для телевидения. Или тот контент, который делают для телека, они его классно шарят и классные кейсы там. Да. Короче, простой пример. Вот Анварн Рупийцев, он же делает разные тревел-шоу для телевидения. У него последнее тревел-шоу было для Евразии. И он мне рассказывал, что вот то, что дропается для телека, это бета-версия того, они его смотрят, потом на монтаже улучшают и выкидывают на YouTube. То есть телек для них это такой, посмотрели, не посмотрели, короче, свои ошибки посмотрели и просто домонтировали, добавили, чуть-чуть свободы туда запихали и вот на YouTube-чик. Прикольная штука, потому что на стороне телека, вот точно так же на вашем месте сидит и говорит, и вот эти блогеры и всех одной, то есть, ну, понимаете, разные кейсы про блогеров, как вы сказали, блогеры разные, они это немножечко объединяют и кажется, что это какая-то банда блогеров, они все какая-то, одна система, у них у всех одинаковое поведение. А на самом деле все, что вы привели по телеку, ну, исходя из того, что я тоже изнутри знаю, это тоже разное поведение разных каналов, разных людей в разных ситуациях, понимаете? То есть это все такое, не единое, никто такой, типа, всегда, как у Нарнерпиисов, все тревелы будут так делать. Ну, кто-то вот так сделал, ну, наверное. Я к тому, что абсолютно, если я могу гарантированно сказать, что на каналах, типа, постоянная такая, паттерн такого поведения, вот так всегда делать, ну, что-то вроде улучшать и выкинуть YouTube, его нету, это как, знаете, такой отдельный, в частном случае, если можно его забрать, там и логики на самом деле нет. Нет, потому что Нарнерпиис работает над своим личным брендингом, и он хочет сделать хороший продукт для YouTube, вот почему он меняет, в принципе. Нет, понятно, я просто, к чему хочу сказать, да. Я просто, ну, мне кажется, опять-таки, может быть, мы вот в эту сторону чуть-чуть направим, вот для меня лично, я вот уже говорил на этом подкасте, честно говоря, вот если мы конкретно к YouTube перейдем, я предлагаю перейти к нему, вот, вообще не сильно отличается. Вообще YouTube и телевидение по своей… Отличается. Ну, вот давайте поспорим об этом. Вот внутри я вообще не увидел глобальной такой фундаментальной разницы. Ну, то есть, есть хороший контент, есть плохой, понимаете? То есть, мы сравниваем плохой, то, что есть запрос на правду, запрос на справедливость, запрос на правду даже больше, и то, что не отрабатывает телек, ну, это надо признать. Внутри в производстве, я, честно говоря, не вижу большей разницы. Бархан, расскажите, про чем разница. Первое, возьмем YouTube, телевидение. Телевидение, нет выбора что-то смотреть, а YouTube, у тебя есть миллион выборов, это раз. Два, телевидение, какой контент телевидения выходил за рубеж и привлекал инвестиции, или как делал, допустим, мы знаем, что корейские телевидения, они вкладывались в креативную экономику, делали крутые сериалы, чтобы потом продавать в другие страны, да? Вот, а наше телевидение казахстанское, не делал это. YouTube, я назову один грамотный пример, ребят из Кыргызстана, канал, YouTube-канал называется The Billions. Скорее всего, ваши дети их смотрят, там четыре, три пацана и одна девочка, они вот как бы в париках и как бы детский контент. Просмотры по два-три миллиарда, подписчиков 25 миллионов, то есть у них и серебряная, золотая и бриллиантовая кнопка. Ребята ежедневно зарабатывают от YouTube ежедневно 50 тысяч долларов. недавно, в прошлом году, к ним приехали люди, представители Disney, о выкупе бренда The Billions, на что ребята, как я слышал, они просто не поверили им и сказали, нет, они нас обманывают. А там сумма была предложена очень высокая, они хотели, Disney хотел право на мерч, право на игрушки, ну, их как бы история, да? То есть больше возможностей у YouTube? Если сейчас вот этот, извините за выражение, гребаный закон по блогерам примут, который продвигает IDOS СРМ, у меня к нему никаких претензий нет, я примерно понимаю, что этот человек, скорее всего, системный, но если этот закон примут, я понимаю, что мы можем просто взять с блогерами, переехать в Дубай, там делать контент и там зарабатывать, или в Доху, где процент ноль налоговый, а им наоборот нужно, чтобы мы сделали качественный контент, который будет привлекать туризм в Катар или Дубай. И они сейчас понимают то, что, да, они там, наверное, нас не могут уничтожить, но как минимум переехать нас, скорее всего, заставят. Можно для зрителей чуть-чуть рассказать, пожалуйста, про законно вот это, о блоге. Что там за история? Да, чтобы, ну, контекст зрителей понимали. То, что больше 50 или больше 100 тысяч подписчиков мы уже должны считаться СМИ, а это уже бюрократия, то есть мы должны отчитываться о каждом нашем контенте, почему мы такой контент делаем. Потом мы должны защищать, что это не фейк-ньюс, но, блин, ребят, получается, если взять тот же Кантар, там много что признали фейком, да, вот. И по факту там много было true контента, да. И они просто хотят сделать так, чтобы мы тоже были системными, они хотят, чтобы мы были, мы отчитывались. При этом мы уже чувствуем, что у нас будет скоро через год-полтора, скорее всего, такая же история, как у Блиновской, Лерчик. Вот, я вот об этом хотел поговорить. Вот интересная тема. Понятно, вы против ограничений. Ну, как бы вообще все против ограничений. Чем меньше нас связывает как бы с государством, ну, это правда на самом деле, тем за это люди топят. У меня вопрос. Как вы думаете, а вот в России вот эти все истории с Ивлеевой, с Блиновской, они сейчас из-за чего? Ну, то есть версии две. Путин хочет, чтобы все крутые блогеры работали на него и продавливают. Второе, бабки кончились на танке и налоговая служба хочет как-то пополнить казну. Ну, мне кажется, это больше даже не Путин, а больше те люди, которые просто хотят, ну, такие как Симонян, да, просто хотят управлять ими. В России мы понимаем тоже, что есть иные агенты, их как-то вот этим законом ограничили. Ну, Блиновская, мне кажется, это чисто просто налоговая проверка, потому что она заработала дохерящие денег. Вот-вот, с налогами. Вот это дробление на кучу разных ИПшек, уход, дробление бизнеса, ну и вообще вот этот лухарь и стиль, который они все время транслировали, а сколько налогов заплатили. По вашему мнению, как там с налогами у них? Ну, мне кажется, даже если они платят или не платят, мы это не можем узнать, да, допустим. Я могу смело сказать, что мы платим налоги. Я уверен, что Блиновская не платила налоги. В Казахстане блогеры платят налоги? Основное количество платят. Ну, те, которые под вашим лейблом, вы за них можете отвечать. Да. Вы платите, все в чистом норме. Знаете, почему мы платим? Потому что мы начали платить, чтобы, во-первых, спокойно спать, и, во-вторых, чтобы к нам не мог кто-то пройти и сказать, вы теперь делаете это. А вот. Я хотел, если можно, немножечко, вот в сторону вот этого вопроса, монетизация в Ютьюбе. Мурат, вот как ты думаешь, вы сейчас начали делать рекламную интеграцию, у тебя вот выходит контент более чаще, да? Давайте мы, может быть, как-то это вместе обсудим. Но, честно говоря, у нас есть очень такой корыстный, вот сейчас мы следующий сезон начинаем в Ютьюбе, нет четкого представления, как вот 100%, как у меня есть какие-то предположения, но нет 100% какой-то такой стратегии, как мы будем четко, как сказать, монетизироваться. Например, ну вот есть такое агентство, как Молодимедиа, есть вот блогер Жортын Баласей, например, да? Расскажите, как это вообще сейчас происходит, что будет дальше, как ты думаешь, Мурат? Расскажи, что сейчас будет. Мы сейчас со своей командой активно работаем, активно выходим на рекламодателей, потому что, ну, понятно, у меня никогда не было мыслей как-то зарабатывать на этом. Я понимаю, что чтобы жить и содержать команду, нужны деньги. И мы сами выходим на разные компании, пишем, встречаемся и, в принципе, получается очень даже неплохо. С командой медиа я сотрудничаю, но за все время у меня была только одна интеграция с ребятами, и то в Инстаграме. То есть я ребят всегда просил, давайте, пожалуйста, объясним рекламным агентством, маркетологам, что такое Ютьюб, как работать, UTM-ссылка, переходы, то есть все в чистую. Мы полностью вам дадим статистику, но, к сожалению, у вас был упор только на Инстаграм. Да. Ну, я так понимаю, рынок Инстаграм, он более структурированный, свитчком чуть-чуть. Ну, тут такой момент, да. Ютьюб так получил, что когда на рынке появился Салем, и по Ютьюбу получились определенные вопросы, да, в плане того, что у рекламодателей, рекламодателям нужен был быстрый результат, и они хотели результат через Инстаграм, потому что через Инстаграм можно в три клика что-то в итоге заказать или купить. Через Ютьюб, когда мы изучали, ну, мы спорили, некоторые маркетологи продавливали вопрос в то, что в Ютьюбе поедет то же самое, три клика, но у них есть четвертый клик. То есть первый клик, он через Инстаграм переходит на Ютьюб. Он не заходит сразу на Ютьюб, он через Инстаграм переходит на Ютьюб, да. Вот. И поэтому у нас в основном интеграция на Инстаграме. И мы сами понимаем то, что экспресс-реклама – это Инстаграм, и он будет жить только годами, да. Допустим, вначале у тиктокеров не было вообще рекламы, потому что многие рекламодатели не понимали природу этих просмотров, потому что, стоит признать, там в ТикТоке есть еще 20-10% – это просмотры с Пакистана, с других арабских стран, с Бразилии очень много у нас просмотров, кстати говоря, и, соответственно… То есть это органические просмотры, это не какие-то… Органические, потому что алгоритм ТикТока, он такой, его можно… то есть твой ролик могут посмотреть во всем мире реально. Ведь на Ютьюбе в основном твой ролик могут посмотреть, вот, допустим, если ты контент ведешь на русском языке, соответственно, а – это русскоязычный, то есть алгоритм, да, там, если ты ведешь контент в плане, там, юмора или детского контента, либо политического, соответственно Ютьюб еще раз дробит по алгоритму. То есть те дети, которые смотрят в основном детский контент, они не увидят политический контент. Те люди, которые смотрят, допустим, такой контент в плане, как правильно заходить на хату, допустим, да, они в основном будут смотреть вот такие бандитские ролики в виде, там, сериала «Бригада» и тому подобное, понимаете? И они не будут видеть политический контент Они будут в основном смотреть вот такой контент И даже чтобы вы понимали Мы изучали ютуб реально И мы поняли, что там Роляет интерес Если у тебя контент Он в основном только В одной сфере деятельности Если у тебя контент чисто политический Соответственно тебя будут смотреть те люди Которые смотрят в основном политический контент Им же тоже можно что-то продавать Нет разве? Делать какие-то рекламные регуляции Ну, допустим, у нас есть, буду честен, есть транснациональные компании. Да, бренд сейфти, да, у них? Да, бренд сейфти. Они не хотят историю, связанную с политикой. Допустим, Инстаграм – это уже лайфстайл. То есть, это те самые просмотры, как в телевидении. То есть, там человек просто может увидеть все подряд. Нет, на Ютубе человек, когда зайдет, включается алгоритм Ютуба, и Ютуб сам знает тебе, что тебе предложить. Но есть крутая функция в виде поиска, и ты можешь, грубо говоря, свои рекомендации увеличить. Мурат, вот к тебе вопрос. Ты говоришь, ты уже с коммерсами встречался, да? Вот как ты видишь своего будущего, ну, рекламодателя, если ты поставишь все это на колеса? Это люди, которые с тобой на одних рельсах в плане гражданской позиции, да? Это вот те люди, которые… Нет, я считаю то, что это больше IT-компаний, потому что люди, которые создают IT-продукты, это, ну, как правило, современные люди с гражданской позиции по-любому. Для них не важно, там, бренд сейфити и так далее, потому что это уже старые компании-капиталисты, которые, ну, только бабки рубят. А вот эти ребята, у них все понятно, они хотят просто цифры, они видят переходы, и все. И они про будущий мир, они… в смысле, они разделяют твои ценности? Да, да, то есть это новое поколение людей, условно, да, которые разделяют. Я говорю же, вот IT-продукты, которые создают, это люди, в основном, современные ребята, которые поддерживают. Даже мы вот видим же там Варламов, Кац, их тоже, IT. Вот мы с Колей, мы же тоже об этом думаем, когда мы свой такой иногда очень сложный контент начнем продавать, и к нам придут люди покупать. Мы часто говорили о кейсе, который был в начале года, когда Парфенов, ну, который пришел из телека, да, и развивает там YouTube-канал свой, Парфенон, когда у него на третий или на четвертый месяц войны вышла интеграция Ростеха. Ростех – контора, которая в России делает двигатели для ракет там каких-то для там, да, ну, его сразу зафачили. Там начали говорить, ты что творишь, ты типа либеральный журналист. Ростех, и потом в интервью Дудю его отмазки, ну, на мой взгляд, выглядели достаточно неубедительно. Ну, там он говорил о том, что, ну, вот у меня есть человек, который занимается интеграциями, ну, да, где-то пропустили, да, я… Я не знал, что говорил даже. Вот, смотрите, Аблай, у нас были, первый вопрос, у нас были какие-то похожие кейсы, когда площадка, блогер это, может быть, какой-то СМИ, которое вы продюсируете, потом очень сильно пожалела о том, что запустила себе такого рекламодателя. Да, у меня есть кейсы. Партии. Вот, партии есть. Ну, и тут такой момент, что партия, когда рекламируется у всех таких телевидений или там на том же рекламном рынке, давайте возьмем, да, есть, допустим, есть ДКО, да, допустим, это билборды, есть Ситикс, они же работают. И я понимаю, что тут дело не в том, что зашкварь-не зашкварь, для меня экономика важна, да, допустим. Вы должны понимать, почему я с теми же букмекками работаю. Нет, партии вообще там должны быть равные условия у всех, это законы, мы можем продавать. Мы рекламировали, мы и коммунистов раньше рекламировали, знаете. Ну вот за что стыдно, есть такое, вам или блогерам? То ломбард-24. Как раз вчера говорил. У Мулата вышло видео вчера финансовая пирамиды. Типа, на самом деле, я объясню как, к нам обращаются ребята, мы сидим, так, ломбард, давайте вспоминать, какие кейсы у нас были. Мы вспоминаем, что в 2017 году мы рекламировали один ломбард, автоломбард. Вот. И мы когда посмотрели, перешли по ссылке, у нас есть база, то есть картотека наших работ, да. Мы прошли по ссылке, мы увидим, в принципе, там хейт 11%. То есть, если больше 25 было бы хейта, мы бы и это не делали бы. Потом мы начинаем спрашивать у блогеров, кто готов. Естественно, то есть, мы же не заставляем рекламировать их, понимаете, мы спрашиваем, кто готов. Блогер начинает, так, в принципе, я готов, но давайте цену повыше сделаем, потому что есть определенные риски. Но, в принципе, это ломбард, я знаю, у нас в городе есть. Мы взяли трех блогеров. Вот, имена раскрывать не буду, да. Которые Гаран-24? Да, да, да. И потом мы начали, так, давайте мы изучим. Зашли на сайт, Гарант-24 на 7, и снизу была лицензия от финансового регулятора Республики Казахстан. Я говорю, все базару нет, у них же лицензия же есть. Как вы вот к Миджану, к Мудараба Кэпиталу, к этому кейсу относитесь? Вот сейчас я вот этот вот кейс расскажу. Миджан тоже Гарант-24 у Камир. Да, да, но не через. Он сначала, да, потом уже. Первый Гарант, потом Мудараба Кэпитал. То Ломбард, они покупали рекламу у 90 разных блогеров. Чтобы вы понимали, там и певцы, и актеры, и блогеры. Мы троих продали. Требую имена, да, всегда. Вот, и мы сделали с ними договор, мы приняли деньги на счет ТОО, а у меня есть такая приличка, любая сумма поступает, сразу 3% оплачиваем заранее. Вот, ну, у меня такой момент был. Мы оплатили налоги, договор сделали, рекламу сделали. Но потом, когда к нам начали, вот, с МВД звонить, э, вы, вот, вы знаете, да, вот, все, теперь вам конец. Я говорю, извините, пожалуйста, можете вы соблюдать, как бы сказать, субординацию? Потому что мы готовы прийти, мы сейчас с юристами придем, будем в правовом порядке защищаться и смотреть. Потому что договора есть, налоги оплачены. То риторика на 180 градусов поменялась, мы поехали, я сам не поехал, отправил юристов. В итоге к нам ноль претензий, потому что мы приняли деньги через счет, мы налоги оплатили, а все блогеры, которые рекламировали ТОО 24 ломбард, они оплатили штрафы за то, что деньги принимали на Каспий или наличкой. Ну, а вот возвращаясь к Мудараба и все-таки к Миржану. А теперь вот, смотрите, дальше, в итоге, самый важный момент, лицензия от финансового регулятора Республики Казахстан. Но это было на сайте. На сайте, но и у самих, у ребят было. То есть, что вы понимали, мы рекламировали, да, допустим, два месяца их рекламировали, да, эти три блогера, да, но они-то рекламу начали уже как два года активно они рекламировались. То есть, момент такой, если там реально были проблемы, почему наши доблестные, крутые, умные спецслужбы и госструктуры сразу это не взяли под контроль? Там, смотрите, претензия, вот, ну, насколько я понимаю, к Миржану и к Мудараба Кэпитал во многом звучала в сетях, в том смысле, что мы доверились тебе, ты был про ислам, ты был про семейные ценности, мы доверились тебе, и понятно, что эта контора была где-то зарегистрирована, как-то там финорганы выдали какую-то лицензию, но в отличие от телека, где есть вот эта прослойка в виде коммерческого отдела, да, ну, кто бы не рекламировал, ты как бы... Ну, ребят, корпорация Куат рекламировала вся телевидение, банк, наурсбанк, валюттранзитбанк, ну, давайте даже... Нет, нет, безусловно, но там негатив, он падает на юрлицо все-таки, а тут и претензии, которые были к Миржану, ну, и к другим ребятам, один там в бегах, да, другой где-то еще, да, они в том смысле, что... Они не в бегах, они? Их же всех поймали. А, третьего поймали, да? Они сейчас под домашним арестом. Нет, Азима тоже... Экстрадировали его в Турции. Они были в том смысле, что мы доверились конкретно вам, то есть где вот эта грань? Ведь когда... Такое чувство, что когда удобно блогеру или вайнеру, он позиционирует себя как человека, как личность, а когда нужно, он говорит, ну, слушайте, у меня площадка вообще, я просто площадка, мне дали денег, я рекламирую. Ну, это от человека, в принципе, зависит. Да, да. Ну, понятно то, что, скорее всего, Миржан тоже такой коммерс, капиталист, в первую очередь ставит деньги, наверное, ну, учитывая, если смотреть на его страничку, то, что на колбаске открывает, то да все, я думаю, он... То есть, это что, аудитория должна была понимать, что вот эти его вещи про ислам, про семейные ценности, они как бы, ну, просто вот на площадке он говорит это, а мы должны думать, потому что он СМИ, и потому что рекламу у него может заказать любой, так должна думать аудитория. Ну, тут такой момент, на самом деле проблема есть у многих блогеров, что там, если взять многих знаменитых блогеров, и если вернуться на их страницы 4 года назад, когда у них было 10-20 тысяч подписчиков, я много блогеров знаю, которые рекламируют элементарно казино «Вулкан», да, или там заработок в интернете, и проблема есть. Зависит от принципов человека. И в принципе тоже, да. И вот, допустим, с Мударабы мы не работали. Почему? Потому что, ну, тут реально пирамида была. Но вы это на каком этапе поняли? Что вот туда лучше не лезть? Ну, вот, допустим, по гарант ломбард. Мы рекламирули ломбард. Понимаете, ломбарды же существуют, работают же, да, допустим. Мы рекламируем ломбард. Мы не знали, что у них есть вот какая-то суперакция, где они собрали деньги и убежали, да, допустим. Давайте теперь придем к Мударову. Мы когда... Я начал замечать очень сильную пропаганду религии в плане ислама, в плане разных течений еще в 19-м году. И когда я понял, так, с этим лучше не шутить, тут уже я принял решение, что мы не связываемся с такими религиозными, то есть такими организациями, которые пропагандируют или рекламируют через религию. Используют религию, да? Да, и мы такие, нет, мы не будем. Поэтому нас в этой истории, слава богу, не было. Ну вот я посмотрел ваш подкаст, на самом деле отношение вот к бухлу меня подкупило. Ну вот, да, любимая тема. Ну в том смысле, что дорогое бухло, ну как бы норм. Ну Дэниел Крэг, который играл Агента 007, недавно рекламировал водку Бельведер. Да, второй момент, вот ваше высказывание Аблай по поводу того, что мы светская страна, и об этом надо помнить, мы светское государство. Вот мне единственное, вот самое крутое высказывание Ельбасы, ну который уже не Ельбасы, а вот президента Руслана Абишевича, то, что мы не исламская страна, мы больше светская, меня оно вот прям в голове... Ну он же коммунист, вообще безбожник. Ну, об этом можно не совестные безбожники. Ну вот, ты будешь рекламировать алкоголь? Да, вот я тоже хотел, вот что не будешь? Я бы элитный алкоголь рекламировал спокойно, но я сейчас понимаю то, что как будто бы это со мной не вяжется, то есть я слишком молодой, нет, я-то пью. Я-то пью, люблю. Я видел сейчас ситуация. Я вам так скажу, у меня есть блогер Бржан Ашим, и я говорю, так, что будем делать? К нам уже алкоголь обращается. Он говорит, нет, вот я пью же пиво. Я говорю, да, вот пиво я буду рекламировать, потому что я сам пью это. Водку не буду рекламировать, потому что я же водку не пью. Мурат, ну вот возвращаясь, ты что будешь рекламировать, и что не будешь? Рекламодатель мечты для тебя, и с чем никогда не будешь связываться? Черный список. Черный список. Так, черный список, понятно, двумикерские конторы. Класс. Что еще? Ну, всякие разные. Финансовые организации, Биному, что-то еще, они часто пишут. Ну, я понимаю, что это полный скам, короче. Ну, я проверяю. Разные биржи, тоже не канает, потому что, ну, биржи, это в любом случае деньги. Ну, это тот же казино условно. Деньги вставил, ушел. Крипто, крипторынок тоже не буду рекламировать. Тоже писали много, потому что крипторынок, это, по сути, то же самое лудомания. Люди болеют, там с каждым днями сидят. Я вообще хочу чисто рекламировать IT-продукты, образовательные какие-то штуки. Я сам хочу как-то вот в сторону IT двигаться, я люблю. Я еще хочу в киберспорт как-то залететь, потому что я сам обожаю киберспорт. Твитч? Твитч его? Это, ну, как бы, теперь мы поняли, но все-таки нельзя сказать, что в других странах нет этого рынка. То есть, есть же реклама в Ютьюбе. Ну, несмотря на вот четвертый клик, ну, и так далее. Ну, вот, какие сейчас проблемы в Ютьюбе? Не знаю, блогеров кто-то говорит мало, например, контента мало. На самом деле, почему мы перестали работать с Ютьюбом, да? То есть, когда я работал над проектом Небраска, вот мы за миллион просмотров, нам Ютьюб платил 200 долларов. За миллион просмотров в России платят к порядка тысячи баксов. За миллион просмотров в Германии платят до пяти-шести тысяч евро. За миллион просмотров в Америке это уже от десяти до двадцати тысяч долларов. То есть, это первый, допустим, барьер, да? И вот после этого я реально понял то, что да, мы все-таки, оказывается, для Ютьюба страна третьего мира сейчас, раз он нам столько платит, да? Но тут тоже экономика. Они просто смотрят... Столько платит, потому что у нас реклама столько стоит. Ну да, она как бы дешевая, но при этом, на самом деле, у нас есть, допустим, Ютьюберы, вот есть один Ютьюб-канал, который недавно заработал за два месяца восемьдесят тысяч долларов. Мы такие, как, как? Он говорит, сейчас я сам не понял, давайте уточню. В итоге, оказывается, у него, его контент очень много смотрят с России, а русские через VPN смотрели его контент и как будто бы ему упали деньги за немецкие просмотры, поняли? Вот. То есть, это очень интересный момент. И... Как будто выглядит как возможность. Есть ребята, которые делают детский контент на английском языке, они здесь заливают, но таргетируют, запускают таргет в США. И в итоге они получают по конвертации за американский просмотр, понимаете? Чисто с моральной точки зрения против этого детского дебильного контента. Чисто контент ради контента. Я вообще считаю то, что, ну, скорее всего, возможно, я как старпер уже начинаю говорить, но то, что... Ты старпер, а мы тогда... Но то, что дети смотрят YouTube там с года, это, мне кажется, что-то... Ну, вот, кстати, возвращаясь к телеку, Николадеон заходит в Казахша, это круто, джуниор, ну, вот, и у нас он... И они вкладывают деньги, переводят на казахский язык контент. Это вот телек, телек. Ну, так. Нет, это круто. Это на самом деле круто, что на казахском языке... А вот эти вот... Сахар и вот эти все... Всю эту жиротву вредную, которую мои дети в том числе смотрят, там, конечно, вопросов много. А просто смотри, ну, это же... Это вот только один из видов монетизации, да, от самого YouTube, и вот это, которое автоматическое условно говоря. Но есть вот эти как раз рекламные интеграции. Мне казалось, что такие агентства, как у вас, они как раз на этом и специализируются, чтобы интегрировать какое-то взаимодействие контент-мейкера, ну, с брендом. Нет, буду частен, когда мы увидели, что у нас больше получается продавать тот же Инстаграм, я, естественно, начал бросать все силы только в Инстаграм. То есть, у нас была, как бы, заточность под Инсту, да? Почему? Потому что мы сами еще начали разбираться в Инстаграме. Бурат, а ты как думаешь, какие проблемы сейчас? Проблема в том, что маркетологи, рекламные агентства, они просто не знают, как работать на YouTube, они просто не работают на YouTube. Да, нет. Это основная проблема. Я здесь поддерживаю. То есть, весь рынок, там, Камалади Медиа, там, еще другой, они просто заточены под Инстаграм, и предлагают только Инстаграм условия. И TikTok, наверное. У нас нет просто агентств, да? У нас просто нет культуры интеграции на YouTube. Ну, потому что у нас YouTube-рынок тоже такой, ну, небольшой, так скажем. Я всегда мечтал, что после Инстаграма там, блогеры на YouTube перейдут, они всех в TikTok ушли. Да, вопрос такой, вот опять про этот пресалутый бренд Safety. Честно говоря, меня немножко, как сказать, я никак не могу свыгнуть с этой мыслью. Люди воспринимают нас как политический канал. Вот, бренд Safety и так далее. Я сам не считаю, что мы политические. Кроме того, есть такое представление, что мы оппозиционный канал. Да, я тоже так думаю. Я не понимаю, почему. То есть я понимаю, но я никак не могу с этим смириться. Честно сказать, я даже вот так думал, так, Yelmedia, Iran, это одно и то же, или как я начал путаться? Почему? Потому что, когда на YouTube, когда мне скидывали вашу ссылку, я YouTube вот так листаю, и там ролик Iran, и ролик Yelmedia, короче. То есть у нас мало шансов с большими международными брендами работать? Нет, шансы они есть всегда. Просто я думаю, во-первых, вам можно сделать контент, не только на русском языке, но и на казахском языке, потому что казахоязычный контингент в YouTube растет, и они смотрят в основном. А рекламодатели приходят на казахоязычные? Они придут. Мне кажется, есть какие-то проблемы, да? Рано или поздно они придут. Но сейчас, я так слышал, что проблемы с этим. Ну, сейчас большие корпорации международные начали покупать казахоязычных блогеров, которые уже рекламируют телефон или часы от Apple, да, и только вот недавно. До этого они прям ни в какую. Да и там был момент, почему-то вот в основном искали русскоязычных блогеров. Это, мне кажется, проблема в том, что... Нет, это проблема в том, что все практически маркетологи и рекламные агентства, они сами русскоязычные, и все. Только в это и упираются. То есть, что они понимают. Что они смотрят, они также думают, что там казахоязычный контент не развивается. Потом, по-моему, просто мимо них проходит, они не в этом. И есть еще один важный момент, из-за которого мы в прошлом году попали, прям сильно попали. В плане у нас образовался большой кассовый разрыв, но потом начали продаваться после этого момента казахоязычные блогеры, и я потом понял, что все-таки это решало. То есть, все бюджеты рекламные в Казахстан поступали только с двух городов. Это Киев и Москва. Киев – это прям деньги, которые они нам отправляют, но Москва – это бюрократия по рекламе. То есть, у нас был кейс там по одному зарубежному бренду. Мы документы все утверждали с Москвой, а деньги, креатив и отчетность по статистике мы утверждали с Киевом. И как будто бы они были, вот они вот так поделили Казахстан, знаете, и мне было всегда обидно, типа, нифига, скоро вот, типа, мы что-то сделаем. А Стамбул, было же еще, что в национальной компании Стамбул был один из... Стамбул, он все время, последние лет 10-15, он отправляет бюджет по Кока-Коле, потому что владельцем Кока-Колы в Казахстане является Турция. Правильно понимаю, что бухло можно рекламировать в Инсте и на Ютубе, потому что это не подпадает под законодательство РК? Нет, прямая реклама запрещена, и то есть ты не можешь рекламировать алкогольные. Тут на самом деле есть два... Ты же безалкогольные. Вот, у меня были два вида клиента. Первый клиент максимально нативно, максимально NDA, и попробовать это сделать. И да, законы рекламы в социальных сетях особо не колышли, так скажем, в социальные сети, потому что, вот допустим, наши госструктуры не могут удалить определенный ролик. Потому что она в другой платформе. Потому что нет офиса. С ней юридикции. Как минимум нет офиса. Вот когда появится офис в Мета или в Ютуб, тогда они могут принимать запросы и говорить, да, тут проблема, у вас по закону нет. Пока этого нет, соответственно, Николаш. Тут еще, знаете, вот маркетологи зарубежных брендов, они знают, как правильно сделать это и как правильно юридически это все защитить. Маркетологи казахстанских брендов, им лишь бы это рекламировать, потому что они знают, что есть какая-то возможность. И мы говорим, не, не, чувак, мы так не будем рекламировать. Маркетологи, ты бы алкоголь, сигареты бы стал бы рекламировать, если бы завтра пришли бы с хорошими бюджетами и сказали, мы эти бабки вообще, которые получаем от того, что народ травим, мы тратим там на социалку. Сигарет, скорее всего, нет. Вот. Элитный алкоголь, да. То есть элитный алкоголь. Порносайты, порнуха. Порносайты рекламировать? Не, но вы нас тоже не смешивайте грязью, пожалуйста. Во-первых, да. Захожу ли я на порносайты? Конечно. Да ладно, все же заходят. Используют. Даже на этом канале он отрабатывает эту рекламу. Это же не рекламодатель порносайты? Ну, не, ну с одной стороны, это же никак не вяжется тем, что я говорю. Это будет странно, нелепо смотреться. Так, друзья, сегодня мы... География Назарбаева, ну перед этим. Порнхаб. Заходи, расслабься. Посмотри новое видео. Вот она, актриса. Там появились новые казахстанские... Актрисы? Да, да, да. Актрисы. Смотри, а скандальный застройщик? Рекламировать? Да, да. Конечно нет, я проверю все. Если у нее есть какие-то вот... Даже чуть-чуть он в конфликте в каком-то немножко там жалуется на качество квартир, ты не будешь. Тогда получается нет такой строительной компании. В Казахстане второго нет. Да, тут тоже так. На самом деле, вот допустим, я хотел бы объяснить, почему мы работаем с букмекерами, да, и кого мы им продаем. Мы продаем спортсменов, блогеров, спортсменов, которые... Или киберспортсменов. Или киберспортсменов. Да. Мы не продаем 18-летнего блогера, у которого контент, допустим, юмористического, да, и мы его не продаем. Но если наш блогер рекламирует это, это не значит, что это мы ему рекламу продали, это уже сами агенты... А у вас не эксклюзивы, да, в этом? Тут такой момент. Мы не можем все запрещать, потому что, чтобы вы понимали, когда мы хотели сделать продюсерские договора, у нас законодательство не прям подготовлено. То есть, любой мой продюсерский договор с каким-то блогером, он на самом деле можно просто в любой момент его порвать. У нас такой момент был, когда мы с букмекерами работали, там, с тем же паримач либо фонбет, мы сказали, ребят, я понимаю ваше ТЗ, но у нас есть свои условия по работе с вами. Они говорят, давайте обсуждать. Мы говорим, мы не будем говорить или писать слово «ставь». Мы будем говорить, вот есть такое событие, посмотрите, в любой момент вы можете поинтересоваться по коэффициентам через сайт такой-то, да. Но это говорит спортсмен либо киберспортсмен. То есть, если, почему я против того, чтобы вообще их убрали с Казахстана? Вы просчитайте, за последние пять лет всех спортсменов возьмите и у них спросите, кто тебе больше всего денег дал, государство или букмекеры? То есть, даже те самые олигархи, которые раньше поддерживали спортсменов, они поддерживают только звездных спортсменов, давайте тоже, да, по чесноку. А тот спортсмен, который только недавно начал свой путь, у которого там жена, дети, да, и, ну, он, возможно, будущий олимпийский, там, призер, либо будущая спортивная звезда, ему же тоже надо кормить семью. И его спасает, естественно, контракт с букмекером, но при этом он сам спортсмен. А продавать там актера, либо там ребенку, да, вот как бы рекламу, мы это не делаем. Вот. Ну, да, ну, я когда про букмекерки снимал, я тоже говорил о том, что, ну, запрещать это глупо. То есть, оффлайн рекламу, я согласен. Оффлайн, да. Когда по Аль-Фараби едешь, просто везде. Но с одной стороны, то, что главный спонсор там федерации футбола, это букмекерская контура, тоже странно. Нет. То есть, учитывая, нет, давайте тогда, почему бы не убрать государственные деньги с футбола, если там есть букмекеры. Вот знаешь, в чем такое. Куда уходят деньги букмекеров, куда уходят деньги эти, непрозрачные, что же мы... То есть, а если, вот человек говорит, вот, я знаю, вот говорит, там пару депутатов говорят, то, что вот, у нас премьер-лига так называется, это плохо, ну, а почему тогда другие бизнесы, эти депутаты связаны определенными бизнесами, почему тогда КПЛ не называется в их честь? Потому что они не хотят платить в наш футбол, потому что они сами не верят в наш футбол, потому что они сами не смотрят в наш футбол. А я, допустим, иногда смотрю какие-то матчи, там, футбольный клуб Елемай против Махта Орал. Вот смотрели такой матч? Нет, вам лучше посмотреть матч Барселона-ПСЖ, да, допустим, будем честны. Соответственно, экономика, она только рождается, и наша страна, она молодая, мне кажется, нам еще, мы будем расти, мне кажется, будет все еще хорошо, но вот так, просто так брать и отрубать, ну, так нельзя. Ну, в принципе... Первые пять налогоплательщиков в Казахстане, посмотрите, что забрали. Вот, в принципе, вы рассуждаете точно так же, как рассуждают телеки, сейчас не будем спорить, но просто у них примерно такая же логика, вот у нас пиво убрали, а пиво двигает футбол, и денег нет на телевизионном рынке, потому что в российском телевизионном рынке очень много денег, которые дают производители пива, вы у нас пиво убрали, вы еще хотите у нас убрать вот эти вот сахар и трансжиры, ну, реклама у всяких шоколадок и всего этого, тоже регулярно обсуждается, и если это произойдет, и еще часть фармацевтики уйдет с телека, то на телеке будет еще меньше денег. Чему вы рады? На самом деле, если так посмотреть, вот запретили алкоголь, мол, он убивает людей, окей, согласен, запретили табачку, мол, он убивает людей, но есть очень много фармкомпаний, которые выпускают седативные препараты, от которых страдает больше людей, чем от алкоголя либо от табачки. Дальше переходим, есть сахарные, от них тоже очень много людей страдают по итогу диабетом или чем-то еще, да, дальше, или впоследствии, как вот, допустим, недавно Джонсон Джонсон проиграл суд, по Джонсон Бэйби. В итоге доказали тот момент, что в Джонсон Бэйби присутствовал асбест, из-за чего у многих людей по итогу, дети, по итогу, когда они выросли, они начали заболевать онкологическими заболеваниями. Вот. Я могу вам показать, ну, я мог бы вам сказать один бренд, там, в плане того, там, тех же чипсов, да, который убивает больше людей, чем тот же букмекерка или там, табачка. То есть, нет вообще такого продукта, который вообще не вредоносный. Ну, это проблема государства, которую, ну, когда сертификат выдают, уитрок-уитрок проверяют, по идее. Ну, я думаю, это вообще проблема плохого качества управленческих решений, на самом деле. Это еще и мировая проблема. Это тоже неожиданно. Ну, да, смотрите, есть паттерн, в которых есть запрет. И запрет, он не на входе, а на выходе. Вот там где-нибудь, вот эти вот, вот они, вот там вот запретите. Да, если вот такой паттерн, там, условно говоря, в страну въезжает, сертифицирует, везде продается, выдается лицензия и так далее, а мы будем запрещать вон там, грубо говоря. Ну, такое всегда будет тогда. Ну, такое, таким результатом придет. И приходит. Плохое качество управленческих решений. Сертифицирует, вот здесь на входе, а там пускай будет, вот, как сказать, свободный рынок, либо незапретительный, стимулирующий. Ну, там же цель-то, вот в этих запретах, там же всегда есть, когда другая сторона обычно вылазит. На самом деле, те же самые бургеры делают больше людей несчастными, чем та же самая букмекция. Но при этом Макдональдс является спонсором Олимпийских игр. Ну, вот. Как я понимаю, блогеры сейчас находятся все-таки вне законодательства РК. Ваш бизнес во многом находится вне законодательства РК. И во многом вы сами определяете, или те люди, которых вы продюсируете, или вот Мурат сам определяет, кого брать, кого не брать. Вот теперь у меня в связи с этим вопрос. Смотрите, первый вопрос. Вы за то, чтобы вы были в сфере регулирования государственного. И второй вопрос. А когда придут Мета, Инста, сюда, я же тоже так понял, что это такая двоякая ситуация. С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, как будто бы плохо, потому что будет больше возможностей опять вам ограничить. Не, на самом деле, тогда там уже можно, знаете, если и будут офисы здесь, если будет диалог, самое главное, если будет диалог, то можно уже защищать контент. То есть, уже у тебя есть право на защиту контента. А сейчас я вижу так. Я думаю, Мета это не ВКонтакте, который просто заблокирует. Вот, именно, да. А сейчас, как я это вижу, сейчас закон принимают, будут, допустим, будут говорить, что у тебя контент плохой, да и ты, оказывается, и налоги не платишь. И по итогу, что у нас будут новые ребята, блогеров, которые, как тот же Дудь или Варламф, уезжают из страны и будут вещать в другой стране. Честно сказать, мы приняли решение, если этот закон будет принимать материнская компания КМЛ1 Медиа, вообще КМЛ1 Групп, наша группа компаний, она будет открыта либо в Сингапуре, либо в Катаре, где еще нам готовы дать инвестиции, чтобы мы развивали наше предприятие. Ну, а что делать теперь? Не, ну, в принципе, вся сфера блогеров, она по-любому должна зайти как-то под законодательство, чтобы понять, что они делают. Ну, понятно, то, что делает наше государство, какой он закон предлагает, это чисто для того, чтобы контролировать, взять просто под колпак. Ладно, если бы они просто дали вот определение, кто такой блогер, сколько они там дологов должны платить. Если бы было вот так, окей. Но тут же мы видим, что это чисто закон для того, чтобы взять... Они же даже с нами не обсуждали. Если тебя заставят встать на учет, как СМИ, мы вот как СМИ встали на учет. Я как главный редактор отвечаю по закону. Ну, это мы сразу приняли эти правила игры сразу. Если тебе скажут, ты СМИ, вставай на учет, ты что будешь делать? Хороший вопрос. Скорее всего, не встану я. Хороший ответ. Поеду, хотел бы поехать в Бишкек, но там Бишкек, вообще-то какая-то жопа творится. Там АЗАТ закрыли. Да, да, да. Они просто там по 50 пунктов упрали по свободу прессии. Ну, ну что, в Грузию поеду? Нет, я буду думать, с командой обсуждать, конечно, надо посмотреть сперва. Конечно, не Камильфо, но мы тоже, наверное, да, мы поедем. Если вот так глобально посмотреть, можно ли меня назвать средством массовой информации? Как думаете? Хороший вопрос. Да, хороший вопрос. Можно ли меня назвать СМИ? Ну, по контенту, по вайбу, по настроению, которое ты транслируешь, я бы не сказал бы, что ты СМИ. Я бы сказал, что ты блогер, но у которого есть команда, и которая профессионально относится к продакшн. А по охватам, потому что я говорю, я информацию не говорю, никого, не заблуждение. Ты не виноват, что у тебя охват больше, чем у какой-то газеты, какой-то айкон, да? У этого актюбинского телеканала, который с особняком продается. Не, охват, это все такая же, такая очень, такая относительная штука, она не может юридически, ну, мне кажется, что быть, потому что, опять-таки, а сколько, а кто такие, а сколько граждан, ну, и там куча всего. На самом деле, даже проблема того же Айдоса Сырыма или тех же депутатов в том, что они говорят громкими, этими таблоидами, да, а проблема какая-то, ну, ты проясни нам, ты собери, сделай совет, да, они же делают там разные непонятные советы по каким-то там ЧП, да, вот проясните нам, что это. Контакта с государством вообще нет у вас? Нету. А у тебя? Вот какие-то советы по работе с блогерами постоянно проводят, приезжают, тебя когда-нибудь звали на какие-нибудь тусовки? Вообще ни разу. А ты пошел бы? Скорее всего, нет. Ну, то, что там Ерлан Карин вроде организовал там совет молодежи, я сразу понял, то, что это полная шляпа, короче, я не пошел туда, ну, тут даже те, которые туда пошли, практически все оттуда после первого вышли, да, Айза был, Кука. Меня, честно сказать, не звали, как бы не интересовался. Ну, и меня тоже не звали, потому что Ерлан Карина, я, в принципе, тактику понял, в начале 2017-2018 году уже на подкасте с ними сидел, со всеми, втерся в доверие, потом взял, совет сделал. Ну, я не могу сказать, плохой это или хороший человек, потому что я его, честно, не знаю, но мы когда один раз с ним встретились, мы разговаривали про радио, и тогда, если это радио сейчас было бы, это было бы, конечно, круто, там обсуждалось радио для ребят из Узена, чтобы казахстанская музыка на казахском языке, она качала через определенные новые радио, потом я начал понимать, что, оказывается, радио открывать не прям так дешево, а еще это невыгодное предприятие, а так, честно сказать, ну, не проясняй, нам не говорят, они просто говорят, чтобы говорить, и они сами хайпуют, они вообще делают... Они сами принимают решения без участия, ну, народа, граждан и так далее, вот в чем самая главная проблема, то есть, это не жаря Казахстан, это тот же парламент, который... А вот если мы сейчас позовем, Айдос Сырыма, кто-нибудь из вас согласен на подкасте с ним по... Лай, ну, давайте, давайте, вообще круто, но, насколько он сам согласится, да, давайте... Не, ну, не согласится, не согласится тут же такое... ну, если он такой закон принимает, ну, у него же там дохера прям конференция же, давайте организуем там в зале независимости конференцию, соберем туда 1200 блогеров, да, допустим, да, или там 2000 блогеров, давайте и сделаем там от лица блогеров 10 там, как бы сказать, отвечающих людей, так он же и есть, как бы от блогеров, это примерно так и... Ну, да, тут тоже такое, там, Галум Байтук, говорят, тоже блогер, но я его вообще ни разу нигде не видел, да, я слышу, что Галум Байтук, я больше слышал, я больше слышал, я больше слышал, работает может быть. потягивая инвестиции, наша компания, мы заставили тот же там, допустим, многие корпорации платить больше за рекламу, то есть мы привозили деньги в Казахстан, и я думаю, мы же привозим по сути инвестиции же, хотя у нас нет одного процента налога, или 0% налога, как в Астанахабе айтишникам, мы платим 12% НДС, мы платим 20% КПН, мы говорим, это больно платить столько налогов, честно, я вот недавно, я попал на КПН, честно, мне было обидно платить эти деньги, с учетом того, что я не прям доволен распределением бюджета, я не вижу того самого крутого сайта, как в Норвегии, куда уходят деньги налогоплательщика, и проблем на самом деле много, но вместо того, чтобы решать большие глобальные, реальные человеческие проблемы в виде теплосети, ТЭЦов, или что-то в этом роде, нет, они хотят решать вот эту проблему блогеров. Ну вот здесь интересный такой заворот, потому что мне вот кажется, что опять-таки, просто очень острым, мы недавно были в Украине, мне кажется, что все эти вопросы решаются не какими-то добрыми дядями, злыми, которые кажутся добрыми, а развитием гражданского общества. Развитие гражданского общества, теперь заворот, как может происходить у нас? Ну, наверное, отчасти, в том числе, информированием и дискуссией о каких-то смыслах. Дискуссия о каких-то смыслах происходит и блогерами, медиа, ну, все, кто может, имеет какой-то охват. Но тут включается Brave Safety, и все это считается политическим, ну, как бы вообще, что-то разговор о устройстве страны, даже наш с вами, если мы будем регулярно это делать, почему-то этот канал будет считаться оппозиционным, политическим и так далее. Хотя вообще ни в том, ни в другом я ничего плохого не вижу, вообще, потому что так должно говориться всегда об этом, только в критическом ключе, только в критическом. Ну, я считаю так. Вот. Но, как бы, опять-таки, мы говорим, ну, возвращаясь опять к теме, что монетизация, она, ну, такая, сомнительная, потому что все будут бояться, что, ну, как бы, что это чуть-чуть токсично, я не знаю, что еще. Ну, я думаю, тут вопрос в креативе. На самом деле, монетировать много, много чего можно. Но тут такой момент. Нельзя выбирать только одну площадку для размещения контента. Нужно еще попытаться интегрироваться с другими, да, допустим, социальными сетями. Вы можете 30-минутный часовой ролик разместить на Ютубе, но вы можете также сделать 20 нарезок этого большого ролика и опубликовать в Инстаграме, чтобы тем самым привлечь внимание и чтобы трафик перенести на Ютуб и тем самым зарабатывать в три раза больше на одном и том же трафике. Ну, мы так почти делаем, ну ладно. В принципе, может быть, делаем недостаточно хорошо. Мы пытаемся, пытаемся, скажем так. Ну, хорошо. Ну, я думаю, что мы, в принципе, интересно проговорили. Гораздо более глобально, чем я думал. Спасибо. Мне кажется, было интересно. Спасибо, что вы пришли. На всякий случай, я знаю, что люди из нашей столицы будут смотреть. Это один из крупнейших блогеров, инфлюенсеров. Крупнейших и крутейших. Да. Это представитель, руководитель одного из крупнейших и в том числе международный агентство, которое работает с огромным количеством контент-мейкеров. Мне кажется, с ними есть смысл поговорить и обсудить вот эти вопросы, которые затрагивают. Я вот просто хотел сказать... Ну и у нас 174 тысячи. Упомяну на всех случаях. У Айрана. Жалкие 174 тысячи, да. Ну ничего, будет скоро больше. Я хотел в очередной раз сказать ребятам спасибо, потому что это вот большая редкость, когда люди транслируют искренне. Ну то, что Мурат искренний человек и говорит, как есть это в контенте, как бы видно это. Прям большой рахмет и спасибо за то, что нас поддерживаешь. Отдельно то, что люди из бизнеса могут говорить свободно. То, что сегодня транслировал Аблай, это большая редкость. Вот мы такого бизнесмена видели в Украине, да, нашего казаха, который зерном занимается, который говорит, только при демократии можно делать нормально баб. Услышьте нас там наверху. Вот что говорят люди, которые делают контент и которые продают рекламные интеграции в этот контент и которые неравнодушны к этой стране, хотят платить налоги и платят налоги здесь. Иногда, да, переплачиваем, блин. Наше время придет, мы все еще молодые по-любому. Всем большое спасибо, это был наш медиаподкаст на канале Серийный Продюсер. Смотрите Айран, Жортын Баласы, наблюдайте за классными бизнесменами из Казахстана. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok